Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юлия, давно не виделись. В сегодняшнем видео мы с вами займемся холлом, а именно распаковкой товаров из Sephora. Ну да, из Sephora, из Alta, ничего у меня сегодня нет. А эту тему я, как ни странно, подметила из американского YouTube, который я обожаю смотреть. Каждое утро начинаю смотреть его, и перед тем, как идти спать, тоже я смотрю его, в общем, обожаю. Итак, что представляет собой холл? Люди покупают какие-то товары и, в общем, показывают, что они купили. Ну это, да, понятно. И да, я это сделала. Я закупилась очень многими товарами из Sephora, из Alta. Да, и из Alta тоже, кстати говоря, одна палетка, она из Alta. И, в общем, мой смысл был таков, что многие товары, которые я купила, они для обзора, а некоторые товары из моего холла, они больше для меня, для души, для ухода за кожей. Мне кажется, это всегда очень интересно смотреть на то, что другие люди покупают, что они распаковывают. То же самое с адвент-календарями, мне кажется. Что-то есть в этом магическое. И давайте уже начинать, ребят. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Поехали! И первое, с чего мы начнем, это палетка от Too Faced, их Pumpkin Spice. Первый товар из Alta в нашей сегодняшней распаковке. И, ребят, эта палетка, она меня поразила в самое сердце. Я не знаю, чем. Возможно, это оттенки, возможно, это упаковка и тематика. Но, конечно, Too Faced всегда славилась тем, как они могут преподнести вам и продать их тени или любые другие продукты. Потому что здесь все сделано как будто бы с умом и с любовью в то же время. Сама палетка, она, конечно, не холодная. Это такие типичные Too Faced-овские оттенки. Они теплые и они, мне кажется, они невероятно красивые. Меня очень привлекли постельные оттенки. Например, вот этот пыльный розовый, вот этот очень яркий розовый и, ну, все остальные, конечно же, оранжевые. У меня не было ни разу палетки хорошего качества с оранжевыми оттенками. И тут я когда увидела, я поняла, что, да. Пахнет она, кстати, должна пахнуть. Она как Pumpkin Latte, как тыквенные латы. И она пахнет как корица. Вот что-то сладкая корица, но никак не Pumpkin Spice Latte. Очень красиво смотрится. Мне кажется, что вот так хочется ее взять, нанести на веки и погрузиться в эту осеннюю атмосферу. Не терпится показать вам завтра туториал с этой палеткой. Я ее как купила, так и до сих пор не открывала, потому что я хотела сделать лицо первых впечатлений, используя эту палетку. И я приобрела вот такой спрей от Milk Makeup. Мой самый первый продукт от Milk Makeup, который у меня не в тревел-размере или не в пробнике. В общем, этот спрей является аналогом их праймера, который называется Hydro Grip. И это просто бестселлер. Люди как на самом деле обожают его, так и ненавидят. Кому-то он нравится, кому-то и нет. Смысл в одном. Люди полюбили эффект, который дает им праймер Hydro Grip. И поэтому Milk выпустил спрей. Этот спрей на Sephora показал очень хорошие отзывы. То есть люди действительно отзываются о нем очень хорошо. Я сейчас смотрю на отзывы. И ни одного негативного отзыва все положительные. То есть вы видите, очень большое количество звезд, почти 5. Вы можете купить это в двух размерах. 100 мл стоит 36 долларов. И маленький размер 50 мл, который у меня сейчас в руках, стоит 18 долларов. Я взяла его, потому что у меня не было ни разу текстуры спрея вот именно такой. Она двухфазная и напоминает мне это очень спрей от Rare Beauty. Здесь тоже масло плюс, естественно, вода. Нет никакого спирта, так же, как и в Rare Beauty. Это способно сделать вашу кожу, как вот, ну, корейскую кожу, как будто бы у вас такой эффект глазкин, что называется. Но самое главное, конечно, это то, что спрей сделает так, что ваш макияж будет носибельным в течение 12 часов. 12 часов. И поэтому, да, мне не терпится его попробовать уже. И скоро это произойдет. А именно завтра. Следующий товар, который я купила, это тушь от Charlotte Tilbury. Я не уверена насчет того, насколько она уже новая, потому что, мне кажется, у Charlotte Tilbury вышла и палетка уже, которая завоевала гораздо больше внимания, чем, например, эта тушь, которая у меня сейчас в руках. Также у нее вышел целый адвент календарь. 200 долларов стоит он. Другая палетка Bejoled Eyes вышла тоже, которая уже, в принципе, не новая, но все-таки, да, люди о ней много говорили. Эта тушь, она обещает, что, в принципе, как и любая другая тушь, объем, удлинение, и я ей не проживалась, опять же, ни разу. Это полный размер, и пахнет она как будто бы как по-другому немножко, не как все остальные обычные туши. Как ни странно, тушь называется Pillow Talk, естественно, у Charlotte Tilbury все Pillow Talk. Ребят, тушь эта стоит 29 долларов. Это, ну, вообще ни разу не дешево, потому что, мне кажется, это уже очень близко идет к Matt McGrath. Ее тушь стоит около 30 долларов, поэтому посмотрим, мне очень интересно. Я сейчас читаю на сифоде, что основной такой интересный ингредиент в этой туши – это система Kerastore. Это система, которая кондиционирует ваши ресницы, когда у вас на ресницах эта тушь. Это очень круто. Я в нетерпении показать вам, как это тоже будет в действии показывать себя. Следующий товар, который я, кстати говоря, уже открыла даже, попробовать посмотреть, как оттенок смотрится на коже – это пудра закрепляющая от CoverGirl. Кстати говоря, тоже из золотой. Я сказала вам, что у меня один товар из золотой, оказалось два. Итак, CoverGirl – это бюджетный бренд, американский. И об этой пудре говорили очень многие блогеры. Может быть, два или три человека сказали, что эта пудра вообще просто огонь, покупайте ее. У меня это в оттенке Fair. У них также есть оттенок Translucent или бесцветный. Точно помню, что здесь есть алоэ, что не может не радовать. Все-таки приятно, когда даже в бюджетной косметике есть какой-то такой намек на уход. Это же всегда круто. Попробовала эту пудру, может быть, вчера или позавчера, и она мне понравилась. Мне понравилось, что я получаю этот эффект, знаете, гладкой кожи. Мне слишком лицо белесо выглядело, и что-то вроде того просто очень понравилось. Сделана эта пудра в США. Я только недавно поняла, что я видела видео у блогера одного, по-моему, это была Наталина. Она делала видео про CoverGirl, вот чем пользуются американки. Тут я вспомнила, что это чисто американский бренд. Что очень классно в этой пудре, эта пудра, она без минерального масла, без формальдегида, талька, парабенов и сульфатов. Именно поэтому я вспомнила сейчас. Я ее и купила, потому что большое количество пудры сейчас как раз таки с тальком, с титаниным диоксидом. Ну, это не хочется, знаете, каждый раз наносить на свое лицо столько много химии, а тут это все натурально, и это круто. Теперь мы подобрались к самому главному интересному. Это посылка из Sephora. Я получила ее сегодня, и сейчас сбегаю вниз, чтобы получить еще третью мою посылку. Кстати, мне нравится в Sephora, что у них очень много есть промокодов, которые вы можете использовать, чтобы добавить какой-нибудь приятный подарок себе. В этот раз я использовала промокод от YSL, и мне положили вот такой очень миленький, приятный клатч. Там у нас помада, тушь и что-то еще в Travel Size от YSL. Это очень милый такой мешочек, прям, и он пахнет парфюмом. Это у нас праймер от YSL, называется он Touch Eclat Blur Primer. Естественно, он заблюривает поры и делает так, что ваша кожа как будто бы светится изнутри. Дальше я вяжу вот такой миленький lip stain, очень приятная упаковка, дорого все это чувствуется очень. В руках оттенок 16, по-моему, я уже сказала, и вот он, пахнет он приятно, в таком красивом красноватом цвете. И, естественно, тушь от YSL, называется она Mascara Volume Effect Vox Kills. Очень классно, мне очень нравится использовать все эти промокоды от Sephora, даже больше, чем от Alta, потому что у Sephora как-то все легче, если честно, и, не знаю, мне нравится Sephora больше. Давайте перейдем уже к тому, что я заказала. Я заказала вот такой тонер от Indie Lee, их COQ10 тонер. Вообще, Indie Lee, это девушка, она создала свой бренд косметический, потому что она вдруг поняла, что очень мало на рынке таких средств вроде этого, которые натуральные, без каких-то искусственных добавок, алкоголя и так далее, что очень, кстати, актуально, потому что заходишь в Sephora, бывает иногда, идешь к стенду с корейской косметикой и понимаешь, что почти вся корейская косметика, представленная в Sephora, она наполнена спиртом. В каждом средстве почти спирт, спирт, спирт. И не важно, если это стоит даже 50 долларов за тонер. И этот тонер обещает нам баланс кожи, и его можно также наносить, как праймер перед макияжем, я так понимаю. Упаковка, она очень тяжеленькая, то есть это стекло, очень приятный желтый цвет, мне кажется. Это очень будет классно использовать его утром, когда, допустим, ты только просыпаешься. Такой цвет 100% очень хорошо поможет разбудить вас. Самые главные ингредиенты в составе этого тонера, это антиоксиданты Коэнзим Q10, гиалуронка, конечно же, алоэ, вера, ромашка, сейч, папайя, огурец, огуречные экстракты, извиняюсь. И это все для того, чтобы, так сказать, успокоить кожу, обновить ее, и также, чтобы, в общем, почувствовать эту свежесть и освежить кожу также. Следующий компонент посылки, это умывалка для лица от Тачи, их Rice Wash. Если честно, у меня была до этого умывалка от Тачи в мини-версии, и она мне понравилась. Эта умывалка собрала на Сифоли такое большое количество отзывов, это просто не смешно. Все пятерки всем людям нравятся, и я решила тоже попробовать его, вернее ее, эту умывалку. Пахнет она, кстати, очень приятно, то есть это такой ванильно-рисовый аромат, я даже не знаю, как описать его. Ну, приятно пахнет, приятно, то есть не слишком такой притерный аромат, очень легкий, я бы сказала, для этой умывалки. И основные компоненты этой умывалки это рис и гиалуронка. В принципе, мне кажется, гиалуронка сейчас почти в каждом средстве, это настолько сейчас стало обыденностью, но мне кажется, что есть разница, да, какой, какая гиалуронка, какое качество гиалуронки. Понятное дело, что если ты покупаешь что-то бюджетное, скорее всего, там будет, ну, не очень прям супер классная гиалуронка. А вы, ребят, как думаете, является ли цена гарантом того, что вы получаете лучшие ингредиенты? Пишите в комментариях. И вот пришло время распаковки косметики из Сифоры. Первое, что я заказала, я заказала румяна от Tower 28 или Башня 28. Это новый и молодой бренд, у которого еще пока нету какой-то большой линейки продуктов, но люди о нем уже говорят. Румяна в этом оттенке, Magic Hour, просто, люди говорят это просто вау. Как красиво и лаконично сделана упаковка. Я такой упаковки пока еще нигде не видела, и это красиво, легкая упаковка. И что очень не круто, что она может легко заляпаться вашими пальцами, конечно же. Этот оттенок, ну, он наиболее популярен, просто люди по нему с ума сходят. И я хочу пробовать его, кстати говоря, прямо сейчас, даже если честно. Он действительно такой влажноватый по своей форме, естественно, по своей текстуре. Я сразу вижу эту пигментацию, и это не липко, далеко не липко. Вообще даже не чувствуется, я бы сказала, что что-то есть на моих щеках. Это круто, наконец-то что-то, что совпадает с правдой. Мне кажется, я вижу тот самый эффект, из-за которого люди так радостно пишут хорошие отзывы, потому что это смотрится красиво, но в то же время, естественно. То есть не слишком это такой, знаете, пыльно-розовый-пыльно-розовый. То есть это очень приятный финиш. Поэтому, да, думаю, в следующем видео мы как-нибудь попробуем их прям нанести на чистую кожу, без каких-либо пудр на лице, чтобы посмотреть, как это все показывается нам. И здесь, ребят, невероятно огромное количество разных масел в составе. Здесь есть подсолнечное масло, здесь есть даже два вида подсолнечного масла. Кстати говоря, есть касторовое масло на, по-моему, третьем месте. Крахмал. В общем, тут много всего. Масло жожуба. Большое количество разных ингредиентов. И это, мне кажется, круто, потому что, ну, с одной стороны, да, если это подсолнечное масло, если это кастровое масло, я не знаю, как это может быть хорошо на коже, потому что это же может быть каменогенным, понимаете? Поэтому посмотрим, протестируем как-нибудь это в одном из наших видео следующих. Другой продукт из линейки Tower 28 – это их блески. У них есть два типа блеска в наличии. Этот более новый, он называется Milky Lip Jelly, то есть это более желейный тип блеска. И в их новом запуске всего лишь четыре оттенка, но, ребят, эти оттенки, они настолько красивые, каждый по-своему, что ли, что очень сложно выбрать, какой ты хочешь. Я не терпения открыть эту упаковку уже и посмотреть, что это за вещичка. Очень красивая лаконичная упаковка, опять же, очень смотрится необычно, отличается от других брендов, как мне кажется. И у меня это оттенок коконат, кокос. Пахнет он очень приятно, кстати. Ягодно-ванильный аромат. Не такой притерно-сладкий, он просто идеален. Вау, мне нравится. Давайте посвочим его. Действительно, блеск чувствуется на руке, как желейное такое что-то, но он очень мягкий и приятный. Мне интересно, как это все будет смотреться на губах. Мне кажется, что оттенок очень такой, знаете, девчачий, летний, возможно, даже немножко зимний. Но тут у всех разный вкус. Мне очень понравился этот оттенок из всех остальных, просто потому что он такой более романтичный, легкий, дневной. И, в общем, будем пробовать и свочить его. Давайте посмотрим на липкость. Не очень он липкий. Он чувствуется очень масляным, но он более желейный. Он липковатый. Прям я чувствую эту липкость. Вы, наверное, тоже видите и слышите, как это все ощущается на моей руке. Другой товар, который меня очень сильно заинтересовал, это новинка от бренда Jouer. Их румяна в стике. В этих румянах два оттенка. Один из них более насыщенный, другой более приглушенный. Посмотрите на эту упаковку, ребят. Очень все красиво смотрится. Что очень классно. Вы можете использовать эти румяна как на щеки, так и на губы. То же самое, кстати говоря, с румянами от бренда Tower 28. Их можно также наносить на губы. У них вышло, конечно же, три разных цвета, из которых можно выбрать тот самый идеальный оттенок. И я решила почему-то взять Uplift, потому что об этом оттенке очень много было отзывов. Вот. И мой муж сказал тоже, кстати говоря, бери Uplift, потому что он мне нравится больше. Стоит румяна эти 32 доллара, что в принципе может показаться, это такая большая цена. Но вы получаете два разных оттенка в одной упаковке, что очень круто. И Uplift это мягкий персик, мягкий персиковый оттенок, вот самый светленький. И более темный называется Amuse Me. Это также мягкий розовый оттенок. Мне кажется, эти оттенки будут невероятно идеальным дополнением как раз таки к этому времени года. Потому что они достаточно вот такие приглушенные, и я вижу уже себя использующую этот стик каждый день. Потому что это очень приятная текстура. Единственный минус, как мне кажется, что упаковка, она будет засаливаться со временем. То есть любые ваши отпечатки пальцев, они здесь будут видны, как на ладони. Но, в общем, наверное, это стоит того. Наверное, в этой упаковке есть какой-то шик. Как вы думаете, есть тут шик в этой упаковке? Мне кажется, он есть. Тадам! И вот я получила свою последнюю посылку от Sephora на сегодня. В этой посылке, ребят, есть очень интересная новинка, которую все очень так долго ждали, которая всем так нравится. И это пудра-пудра, палетка от Dior. У них вышло три новых оттенка палетки. Это золотистая, розовая, которая у меня сейчас в руке. И также у них вышла палетка в более глубоких коричневых тонах. Я не стала покупать все три палетки, просто потому что, чтобы закончить эту палетку, нужно как минимум года два. И, в общем, у меня и так много в коллекции своих хайлайтеров. И я взяла одну, а именно розовую. Ну, как розовую? Она вообще не вся розовая. Здесь только один оттенок розовый. И, как мне показалось сначала, я могу использовать эту палетку как румяна. Да, то есть тут есть румяна, по идее, хайлайтер. Но, к большому сожалению, эта палетка может использоваться как хайлайтери, скорее, не как румяна. Потому что оттенки в этой палетке, они невероятно блестящие. Настолько блестящие, что, когда я видела отзывы и свочи, ее я немножко раздумывала, покупать мне ее или не покупать. Потому что, ну, все-таки хотелось румян без блесток. И, к тому же, не всегда розовый хайлайтер смотрится, как мне кажется, уместно на мне. Вот так выглядит эта малышка. Очень Диоровское исполнение. Это коллекция Диор Бэкстейдж, не какая-то там более люксовая версия. Поэтому, да, упаковка во всех них такая пластиковая. И очень многие люди, кстати говоря, сказали, что, когда они ждали палетку, заказывая с Диоровского сайта ее, она приехала к ним разбитая. Слава богу, что с Сифорой все приходит нормально, ничего не разбивается. Редко очень. Мне кажется, даже ни разу не было такого, чтобы что-то разбилось у меня. Палетка выглядит симпатично, мило. И, да, здесь все цвета, они очень блестящие. Я в нетерпении показать вам завтра, как эта палетка будет вести себя. Вот, в общем, такой близкий взгляд на нее. Даже не хочется разрушать ее, если честно. Настолько все красиво смотрится, эстетично. Ну, люкс чувствуется в этом 100%, сразу хочу сказать. Я вас обманула, ребят. Эта палетка называется Rose Gold. То есть, здесь не только розовые оттенки, но еще и золотые. Почему-то в этом году Диор решил привнести... Ой, чуть не уронила. Привнести в свою коллекцию, в свой ассортимент новых палеток. Больше золота, чем обычно. Обычные палетки у них в таком формате. Они матовые, они более глубокого цвета. В этом же году они прям, ну, такие, знаете, более летние, что ли, как мне показалось. Я ни разу не пробовала палетки от Диор Backstage. Вообще даже никакие палетки от Диор. Поэтому очень не терпится завтра ее потестить, посвочить для вас. Надеюсь, вы простите, что я сегодня не покажу вам свочи, потому что хочу сохранить ее такой красивой для завтрашнего видео. И палетка сделана, кстати говоря, в Италии. Стоит она 45 долларов. 45 долларов это вообще не дешевая цена. Ну, то есть, 4 оттенка, все они шиммерные. Я не знаю, может, для кого-то это нормальная цена, но я считаю, что это немножко дороговато. Но для Диор, наверное, это очень даже нормальная цена за их палетки. Следующий момент, над которым я очень долго думала, а именно мини-помада от Charlotte Tilbury в ее трех самых, наверное, популярных оттенках. Здесь у нас оттенки Pillow Talk, Walk of No Shame и также Very Victoria. Помаду Charlotte Tilbury я очень даже люблю. У меня есть одна помада в оттенке Pillow Talk, и мне она нравится. Мне кажется, это очень такой идеальный нюдовый розовый оттенок на каждый день. И формула тоже у них очень даже прикольная. Ну, мне нравится. Стоил такой набор 29 долларов. И мне почему-то казалось, что эти помады будут, ну, какими-то большими, что ли, ну, не такими прям малышками. Это реально малышки. Очень напоминает помады от Pat McGrath. Ее в коллекции, которая всегда в Сифории есть, они примерно так же стоят. И почему-то, не знаю, почему я взяла именно Charlotte, может, нужно было Pat McGrath взять. И вот так, это, я так понимаю, у нас Very Victoria, да, Very Victoria. Я слышала, кстати, об этой помаде, что она невероятно какая-то суперклассная, особенно от Red Autumn. Она говорит, что эта помада Very Victoria, она гораздо лучше, чем даже Pillow Talk. Дальше помада у нас в оттенке Walk of No Shame. Это очень такой глубокий красный оттенок помады. Но упаковка, ребят, на самом деле чувствуется, ну, такой люксовый. То есть она чувствуется, не то, что она тяжелая, просто до нее приятно дотрагиваться из-за вот этих маленьких бороздочек в упаковке. То есть она текстурированная. Ну и, конечно, всеми любимый оттенок Pillow Talk. Естественно, куда без него. Я думаю, что все знают оттенок Pillow Talk. Это классика. В принципе, я рада, что я купила этот сет, потому что я хотела попробовать помаду в оттенке Very Victoria очень давно. И эти помады действительно очень могут легко поместиться в сумочку, в маленький клатч даже. Поэтому круто. Мне кажется, это очень здорово, попробовать все ее оттенки. Самые такие кассовые, самые популярные в таком формате. И также я использовала промокод от Sephora и получила набор, пакет с разными средствами по уходу. По-моему, за лицом. О, нет, это духи. Это набор разных духов. И, ребят, если честно, я давно не видела такого классного набора в Sephora. Здесь огромное количество разных духов. И если вы любите духи, то определенно вам он понравится. О, это новый оттенок, кстати говоря, от Sol de Janeiro. Вот. У них есть также парфюм. У них есть спрей для тела, ароматизированный в таком же аромате. Поэтому у них там вообще разгуляться можно. Я вижу Валентину. Я... Валентину. Я вижу Валентину. Я вижу Yves Saint Laurent. Я вижу бренд Реплика. Гуччи. Вау, прикольно. Хлои. Клоу. Я вижу Джорджи Рармани. Я вижу Оуэй. Оуэй. Бренд производит очень много продукции для волос. И вот тут у них даже духи, оказывается, есть. Не знала. Вижу увлажняющий крем от бренда Caudalie. Это шло в подарок. И давайте попробуем аромат от Sol de Janeiro. Вау. Он пахнет, знаете, как крем. Вот бум-бум вот этот вот, их оригинальный. И он очень такой сладкий. Чувствуется какой-то мускус, ваниль. Мне кажется, если вы любите такой крем, бум-бум, оригинальный, желтый, то тогда он вам понравится. Но мне он понравился. Я слышала, что в отзывах люди говорят, что он невероятно быстро выветривается. И, в общем, будьте аккуратнее с ним. Ну, не знаю. Посмотрим. Я очень рада, что я показала вам все то, что я получила в посылочках, что я купила для себя, для последующих обзоров, которые, кстати говоря, выходят завтра. Завтра я сделаю обзор на все новинки косметики. И вы увидите все свочи, все первыми. Поэтому не забудьте подписываться на мой канал, оставлять комментарии, ставить лайки, конечно же, куда без этого. И я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Увидимся завтра. Я прощаюсь. Всем пока.